Русскоязычное население города разделено там про и контра, да, про-путин и контра-путин. Ты что, с ума сошла? Кого ты приютила? Нацистов? Да я никогда в жизни с тобой больше разговаривать не буду, ты сумасшедшая. Люди одеваются, ведут себя как из девяностых, слушают музыку как из девяностых. Очень странно, что можем повторить на Берлин и все такое, находясь уже непосредственно в Германии. На этот раз мы в Аугсбурге, одном из самых русскоязычных и украиноязычных городов Германии. По разным оценкам от 10% до 25% говорят либо на русском, либо на украинском. Аугсбург – город на юге Германии, в Баварии, с населением около 300 тысяч человек. Родной город поэта и драматурга Бертольда Брехта, которому приписывают язвительное замечание в адрес своей малой родины. Лучшее, что есть в Аугсбурге – это железная дорога на Мюнхен. Фактически мы в центре Европы. Вокруг необъятный Дойчленд, там южнее за Мюнхеном Альпы, Австрия и Италия. Ну, казалось бы, где Аугсбург, а где Россия и Украина. Но почему же тогда здесь на каждом шагу звучит русский? Отчего именно этот сравнительно небольшой немецкий город в благополучной бюргерской Баварии стал новой родиной для мигрантов из стран бывшего Советского Союза? И какое влияние они оказывают на политическое и социальное устройство Аугсбурга? Мы здесь для того, чтобы попытаться ответить на все эти вопросы. Германия – самая населенная страна в Евросоюзе. Более 83 миллионов жителей. Почти каждый пятый европеец – немецкий гражданин. По числу мигрантов Германия занимает второе место после Соединенных Штатов. Около 5 миллионов человек здесь разговаривают на русском языке. Больше всего русскоязычных живет в Берлине, но Аугсбург в процентном отношении смог обогнать даже немецкую столицу. 50-60 тысяч выходцев с бывшего Советского Союза, то есть это и Прибалтика, и Молдова, и Украина. Это не только Россия, и Казахстан. Но большинство русскоязычных, которых я знаю, которые встречал, это может процентов 60-70 – это казахские немцы. Ну, русские немцы, то есть как они себя только не называют. Тимур родом из Донецка. В Украине чем только не занимался. От ателье по пошиву одежды до скупки у населения акций крупных компаний. После аннексии Крыма России уехал в Германию. Повезло, что у жены было право на получение венгерского гражданства. Один из вариантов, кстати, был Россия. Была программа такая в России. Там давали подъемные деньги, помогали с переездом, ускоренное получение российского паспорта. Слава Богу, алгоритмы Google уже работали тогда хорошо, и мне предложили паспорт в Европе. Последние несколько лет Тимур занимается установкой душевых кабин. Сначала работал по найму, позже открыл свое дело. В центре Аугсбурга, где мы беседуем с Тимуром, действительно, тут и там слышна знакомая речь. Достаточно просто прислушаться. Я так приехал на пару дней в восемь. А я тут же давно. Раньше в Аугсбурге по-русски говорили больше, громче, смелее, рассказывает нам Тимур. Но после начала войны ситуация заметно изменилась. Я заметил такую тенденцию тоже в трамвае, или там на улице, или в кафе, где-то, когда я где-то рядом нахожусь с русскими немцами. Если они слышат, что я их понимаю, потому что по моей внешности сразу непонятно, я понимаю, русский или нет, то они или тише начинают говорить, или вообще перестают на русском говорить, или переходят на немецкий. Мне кажется, немножко побаиваются все-таки того, что их будут связывать с Россией нынешней. Как же так случилось, что этот сравнительно небольшой немецкий город, что находится в 80 километрах от Мюнхена, вдруг стал центром притяжения для выходцев из бывшего СССР? Принято считать, что русскоязычная диаспора в нынешнем ее виде начала формироваться в Аугсбурге в начале 90-х, когда после развала СССР немцы, жившие в Советском Союзе, решили вернуться на историческую родину. А вот на рубеже 20-го и 21-го веков случилась еще одна массовая волна миграции, на этот раз еврейская. Некоторые немецкие города испытывали потребность в притоке населения и рабочих рук, поэтому приглашали приезжих, предоставляя им помощь в обустройстве и условия для проживания. Одним из таких городов был и Аугсбург. А в 2022-м, после начала войны, в Аугсбург также стали приезжать беженцы из Украины и релаканты из России. Так повелось еще с немецкой волны миграции, что городские власти расселяли своих новых жителей в основном в Унифиртале, так называемом русском районе Аугсбурга. Прийти посмотреть по табличкам, там везде табличка снизу у подъездов, там кто там живет, то сразу так не бросается в глаза, что много русских, потому что фамилия в основном немецкая. Но если пройтись вечером, особенно если это пятница, суббота, то может сложиться ощущение, что это не Германия, потому что немецкий язык можно и не услышать вообще вечером. Университетский квартал Аугсбурга расположен в южной части города. Он был построен в 70-е годы на месте бывшего аэродрома, а сегодня его часто называют Кляйни Москва, маленькая Москва, ну или Русиши Фиртель. Внешне этот район мало чем отличается от других частей Аугсбурга, разве что рестораны чаще предлагают своим посетителям пельмени, варенники и борщ. Но зарисовок из русской жизни, этакого немецкого Брайтон-Бич, мы вам не покажем, потому что такого здесь нет, но и от того, что законы Германии не позволяют снимать и показывать людей без их разрешения. А многие местные, узнавая, кто мы и что мы снимаем, категорически возражали против съемок. Житель района Унифиртель Евгений рассказывает, что здесь и сегодня много тех, кто поддерживает Путина и его политику. Но афишировать свои пристрастия эти люди не хотят, поскольку в Германии подобные взгляды нынче не приветствуются. Я обратил внимание, что те, кто за Путина, не хотят об этом говорить. Почему? Вам стыдно или у вас не хватает аргументов. Ну, у вас есть позиция. Пожалуйста, вы ее, вот в честном, так сказать, спорю, выложите все аргументы, мы послушаем вас, потом мы выложим свои, посмотрим, у кого сильнее позиция. Но они уходят от дискуссии. Дискутировать, в том числе и о политике, Евгений умеет и любит. Музыкант по образованию. Сегодня он ведет свой YouTube-канал, рассуждая и о проблемах Германии, и о том, что происходит в мире. Народ делится на две группы – довольных и недовольных. Довольными занимается АБХСС, а недовольными – КГБ. Благодаря своим размышлениям, ораторским способностям и активной позиции, Евгений стал частым гостем и на телевидении. Его нередко приглашают и в немецкие, и российские ток-шоу. Евгений Виталич, уже сделайте нам нескучно. Я вас умоляю. Так и уже давайте, жгите, что вы как-то подкрадываетесь, подкрадываетесь, а все не весело. Я знаю, что вы скучали. Уже зажжите. Вы уже скучали, вы же меня вспоминали тут. Так и да, уже зажжите. В Аугсбург Евгений приехал в конце 90-х в рамках программы еврейской миграции. И тогда, по его словам, выходцы из бывшего СССР старались держаться вместе. А русский язык был объединяющим фактором. Диаспора была не то, что монолитная, но как-то так не было важно, откуда ты. Из России, из Украины, из Средней Азии, из Прибалтики. Хотя вот россияне немножко так держались, более так надменно. Ну, все-таки россияне. Раскол в русскоязычной среде, по наблюдениям Евгения, начался в 2014 году. Кто-то осудил аннексию Крыма, а кто-то продолжил смотреть российское телевидение, доверяя всему тому, что там говорят. Но больше всего Евгения, уроженца Харькова, удивляют его земляки-украинцы, которые даже в нынешней войне поддерживают не свою родину, а Кремль. Для меня это парадокс, почему люди, которые прожили там более 40 лет, и когда бомбят, извините, их города, они выступают на стороне России. Для меня это просто абсурд и нонсенс. Ну, такие, к сожалению, есть. А почему они так говорят? Потому что они смотрят российское телевидение, им там все популярно рассказывают, где нацисты, где бандеровцы и так далее. В прошлом и сам нередкий гость российских ток-шоу, он знает, как там все устроено и о чем говорят на прокремлевских телеканалах. Но одно дело рассказывать о голодной и холодной Европе россиянам, а совсем другое тем, кто сам в ней живет. Это все воспринимается со смехом. Особенно, когда писали про то, что мы замерзаем тут и моются этим собаками вместо обмочалок. И призывали прийти в дом русской культуры, как он называется, русский дом в Берлине, и погреться, потому что невозможно же тут жить. Специфика в том, что люди мало интересуются местной жизнью. Они интересуются жизнью там, на родине. То есть живут с повернутой головой в то направление. Власти ряда европейских стран попытались было ограничить воздействие российской пропаганды на умы своих граждан. Однако лазейки нашлись и здесь. И вот уже прокремлевское ТВ транслируется, в частности, здесь, в Баварии, посредством местных немецких предпринимателей, для которых это, как правило, ничего личного. Один лишь только бизнес. Сейчас вот эти все так называемые запрещенные каналы можно смотреть благодаря не только интернету, благодаря вот этим компаниям, которые тут наплодились. И люди могут смотреть именно через телевизор, не через компьютер, а по телевизору смотреть Соловьева, Киселева, Скобееву и прочих людей. Это недемократично указывать людям, что им смотреть. Люди из Турции часто смотрят турецкое телевидение. Люди из Испании смотрят испанские каналы. Мы не можем говорить, что они не имеют права смотреть то или это. Маргарет Спон в мэрии Аугсбурга отвечает за интеграцию мигрантов в немецкое общество. Согласно статистике, около половины населения города имеет миграционный бэкграунд, то есть либо они сами, либо их родители сюда откуда-то приехали. Поэтому работы у нее хватает. Аугсбург стал городом приезжих задолго до распада Советского Союза. Уже после Второй мировой войны сюда стали приезжать немцы со всей Восточной Европы. Из числа когда-то добровольно уехавших или насильственно перемещенных. В 50-х годах они составляли до четверти населения Аугсбурга. А позже, когда здесь стала бурно развиваться текстильная промышленность, сюда потянулись уже трудовые мигранты из Турции, Югославии, Греции, Испании и Италии. В 2015-м в Аугсбург поехали совсем другие мигранты из Сирии, Ирака, Афганистана и Сомали. А в 2022-м из Украины. Сейчас тут без малого 5 тысяч украинских беженцев. Украинцы, которые приезжают, они обладают высокой квалификацией. Уже через год они говорят по-немецки и выходят на рынок труда. Я не уверена, что эти люди вернутся в Украину, даже если война закончится. Маргарет, похоже, и не хочет, чтобы эти люди уезжали. Аугсбург, некогда могущественный, вольный город Священной Римской империи, сейчас лишь третий по численности в Баварии. По данным земельного статистического управления, рост его населения отмечался за последние годы лишь в 2022-м. Видимо, как раз за счет беженцев из Украины. Мы сталкиваемся с тем, и население это понимает, что если мы хотим жить на том же уровне, как и прежде, нам нужны мигранты, потому что немцы не на любую работу согласны. Ну и посмотрите, у нас половина населения, мигранты и их дети. Вы видите тут какие-то банды, проблемы с прогулками после девяти. Тем не менее, в начале 2022 года, когда сотни тысяч украинцев бежали от войны в Европу, в частности сюда, в Аугсбург, руководство города приготовилось к возможным проблемам. Ведь одна часть населения настроена пророссийски, а другая как раз пострадала от действий России в Украине. И опасения эти были не напрасны. В школах в основном в начале войны между русскими детьми и украинскими детьми были небольшие драки. Это показывает, что дети черпают информацию в родительском доме. Но мы справились с этим довольно быстро, и в последнее время мы о таких ситуациях не слышали. Помочь справиться с возникающими проблемами, по утверждению госпожи Спон, помогло как раз-таки русскоязычное сообщество. Наш мэр пригласил представителей всех русскоязычных сообществ, евреев, украинцев, белорусов, выходцев из стран Балтии за круглый стол. Их спросили, что можно сделать, чтобы не усложнять ситуацию. И именно выходцы из бывшего СССР, по словам Маргарет, помогали местным властям в адаптации новых мигрантов, создании специального сайта, информационных брошюр, проведении лекций и экскурсий. Вместе с Маргарет, экскурсовод Маша, помогает вновь прибывшим адаптироваться к жизни в городе. Придумали и проводят специальные экскурсии и занятия, посвященные истории миграции в Аугсбурге. Истории, в которой они все вместе живут. У меня были курсы, когда афганцы, афганцы, сирийцы. Потом у нас несколько лет был поток турков. В прошлом году из 25 человек у меня было 20 украинцев. Сейчас у меня опять Афганистан, Сирия. К тому, что Аугсбург – город интернациональный, с красками многих культур и традиций, Мария давно привыкла. Но кое-какие особенности и предпочтения гостей из стран бывшего Союза ее все же сильно удивили. Мой самый страшный культурный шок был, когда я в 2005 году пошла на русскую дискотеку. Я впервые в жизни услышала «Ласковый май». И вот там были люди, одетые из 90-х. И это очень странно. Люди одеваются, ведут себя, как из 90-х, слушают музыку, как из 90-х. Разумеется, не стоит полагать, что есть какая-то единая модель поведения и сознания мигрантов из стран бывшего СССР. Что, например, все они предпочитают моду 90-х или смотрят кремлевское ТВ. И это как раз и удивляет в Аугсбурге, как здесь все причудливо смешалось, образовав некую новую общность с самыми разными воззрениями, предпочтениями и убеждениями. У меня в школе есть подруги. Они из России. Мы с ними прекрасно ладим. Одна тут родилась, но ее родители из России. Она хорошо говорит по-русски. Другие переехали недавно. Кто-то переехал по политическим причинам, кто-то по финансовым причинам. Проблем с ними нет. 16-летняя Диана приехала в Аугсбург с мамой из украинского города Черкассы сразу после начала войны. Папа остался в Украине воевать. Отчего Диане, и без того испытывающей сложности в немецкой школе, учеба дается не без труда. Русский язык Диана хорошо знает, но говорить на нем, по крайней мере, с нами, публично она не хочет. Тем более, что здесь, в Аугсбурге, этот язык для нее не только средство коммуникации с друзьями, но и носитель агрессии, зачастую необоснованный и со стороны совершенно незнакомых людей. Люди из России высказывали мне несовершеннолетние свои какие-то недовольства и какие-то свои претензии. Я возвращалась с демонстрацией. Было уже довольно поздно. Это была зима. У меня здесь был нарисован флажок, флаг Украины. И мне навстречу шел россиянин. Он громко говорил по телефону по-русски. Он резко остановился и сказал «О, хохолка». И это было неприятно. Подобные истории бытовых столкновений на почве языка и политики, вероятно, сможет припомнить любой из некоренных жителей Аугсбурга. Но война, как и следовало ожидать, особенно сильно разделила людей. Татьяна из Киева работала там в туристическом бизнесе. После начала войны помогала эвакуировать людей на запад Украины и в Европу. Потом уехала сама. В Аугсбурге сумела устроиться на работу в турбюро. Но работает пока в основном не с людьми, а в офисе, за компьютером. Только тут начала учить немецкий. Знаете, как говорят? Учу и плачу, учу и плачу. Не спрашивайте, почему заплаканы глаза. Язык мне не очень дается. А я не лингвист. Работаю на денглише. Знаете такое понятие? Денглиш. Смесь английского и немецкого. Язык тела, харизма, компьютер. Попытки поработать здесь с русскоязычными клиентами, по словам Татьяны, были не совсем удачными. Так что теперь она и сама не очень стремится к такому общению. Вы говорите по-русски? Да. Вот моя коллега. Она из Украины. Она может дать вам консультацию. На украинском, на русском. На каком вам удобнее. Они на меня посмотрели. И было так. Они на кресле. Тут я сижу. Все было вот так. Они сели так. И сказали моей коллеге, нет, мы будем разговаривать с вами. Бавария была одной из первых федеральных земель Германии, власти которой законодательно запретили российские символы военной агрессии. До этого, по рассказам местных жителей, здесь нередко можно было увидеть пресловутые Z в окнах домов, на машинах, в социальных сетях. Впрочем, и после официального запрета такого рода символики в Аугсбурге нашлись смелые принципиальные. Весной 2023-го один из жителей города, 42-летний мужчина, подошел к полицейскому патрулю и демонстративно обнажил голову с выбритыми на ней буквами Z, за что был приговорен судом к штрафу в 2250 евро. Они ходят и трясут своими плакатами. Можем повторить. Но кому вы это говорите? Мы говорим, никогда больше. Тут принципиальная разница. А они говорят, можем повторить. Что? Насилие, смерть. Что вы еще хотите повторить? Очень странно за этим всем немножко наблюдать, потому что вот это же русские немцы. То есть они все-таки этнически якобы больше немцы, но в голове все-таки они больше русские, как ни крути. И очень странно, что можем повторить на Берлин и все такое, находясь уже непосредственно в Германии. В нынешнем 23-м году шествие бессмертного полка в Аугсбурге, по словам Тимура, было гораздо скромнее, нежели в прошлые годы. На ратушную площадь города пришло около 100 человек. И тут же рядом проходил другой митинг в поддержку Украины. Русскоязычное население города разделено там про и контра, да? Про-путин и контра-путин. Светлана живет в Аугсбурге большую часть своей жизни. Ее семья переехала сюда из Кременчуга в 1995 году. Поэтому ей хорошо видно, как четко прослеживается связь между теми, кто не смог выучить язык и влиться в немецкое общество, и теми, кто поддерживает Путина. А объяснение все то же. Воздействие кремлевской пропаганды и нежелание попытаться услышать другую сторону, особенно если она говорит на чужом языке. Люди, которые не выучили язык, они не смогли влиться в этого общества. Это большая-большая проблема для русскоязычного населения, которое приехало там в каком-то таком возрасте. Они остались в своей среде. Как говорят мои родственники в Америке, которые живут на Брайтон-Бич, мы в Америку гулять не ходим. Им не нужен язык. Есть русскоязычные врачи, магазины, сиделки. Сиделки. Можно в Америку не ходить. Она не нужна. Я имею в виду язык немецкий. Не нужен таким людям. У нее самой в семье есть наглядный пример. Папа Светланы так и не смог выучить немецкий, поэтому за новостями следил глазами журналистов Первого канала, что было причиной многочисленных споров и ссор. Но как только российское ТВ из-за запрета пропало из его телевизионного меню, папа начал нормально общаться с дочерью и вновь обрел с ней общий язык. В истории Аугсбурга был как минимум один очень яркий и значимый эпизод всеобщего примирения. В сентябре 1555 года именно здесь был заключен аугсбургский мир, соглашение между католиками и лютеранами, признающее право последних официально называться религией. Что на какое-то время позволило сосредоточиться не на межрелигиозных войнах, а на торговле и производстве и сделало Аугсбург еще богаче и влиятельнее. Каждый год 8 августа здесь отмечают фестиваль мира, чтобы жители и гости города не забывали, мирное соседство гораздо выгоднее опасного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин